Транспортная неделя 2020 завершилась. Астраханская область достигла ряд договоренностей по основным проектам и заручилась поддержкой федерального центра. Итоги международного форума в интервью подвел губернатор региона Игорь Бабушкин. Игорь Юрьевич, недавно подписанное постановление правительства об особой портовой экономической зоне было в центре внимания участников форума. Какие договоренности удалось достичь непосредственно в Москве? В транспортной неделе 2020 приняла участие делегация от Астраханской области. Среди особенно важных встреч я хочу отметить переговоры с помощником президента Российской Федерации Игорь Евгеньевичем Левитином. Мы детально обсудили вопросы развития нашей портовой особой экономической зоны. Я хочу напомнить, что 7 ноября состоялось постановление правительства Российской Федерации о формировании этой зоны. Поддержка этого масштабного проекта на федеральном уровне для нас имеет очень важные значения. Я доложил Игорю Евгеньевичу о готовности с нашей стороны сделать все для того, чтобы портовая зона заработала на полную мощность. Для этого, в частности, мы будем модернизировать Волго-Каспийский судоходный канал. Кроме этого, мы намерены создать Каспийский кластер. Это тандем наших портовых и промышленных особых экономических зон. Также мы учитываем необходимость подготовки кадров и для этого инициировали создание на территории Астраханской области международного центра подготовки плавсостава. Самостоятельной темой здесь стал национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Каковы особенности реализации в нашем регионе этого проекта? Национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Безусловно, это сегодня основная наша цель и задача. Он был инициирован президентом. Это сегодня определяет важность этого проекта для всей страны и для Астраханской области в целом. В этом году по проекту «Дорожная сеть» в рамках БКД направлено более 2 миллиардов. В Астраханской области будут отремонтированы 32 объекта. Это порядка 147 километров автомобильных дорог регионального и местного значения. Мы ликвидировали 5 аварийно-опасных участков. Готовы сделать еще больше, так как это крайне важно для развития территории. Прежде всего, мы восстановим ключевые въездные пути в областной центр и в основные городские магистрали. Кроме того, разгрузим центр Астрахани за счет ремонта малых улиц. Также к концу года мы планируем достичь показателей в 45% в соответствии региональных дорог нормативам. А в городе этот процент будет почти 65%. Для Астраханской области ни для кого не секрет, очень остро стоит проблема мостов. Я хочу напомнить, что из 313 наших мостов 160 находятся в аварийном состоянии. По предварительным оценкам на ремонт этих мостов нам необходимо 22 миллиарда рублей. Делегация Астраханской области участвовала во всех дискуссионных площадках. Вы провели несколько личных встреч. Какие можете отметить особо? Состоялось очень много встреч и, безусловно, они с представителями транспортной отрасли. Хочу еще раз поздравить наших транспортников с их профессиональным праздником. У меня состоялись встречи с заместителями министра транспорта, которые курируют дорожное строительство Андрей Костюк и водный транспорт Юрий Цветков. Мы обсудили все проблемы, которые касаются нашего региона. Также в рамках транспортной недели мы встретились с генеральным директором акционерного общества «Объединенностью строительной корпорации» Алексеем Львовичем Рахмановым. Обсудили эффективное использование того имущества, которое не задействовано корпорацией в производственном процессе. Сделали предложение по использованию таких незадействованных площадок для того, чтобы сформировать там промышленный индустриальный парк. Будем привлекать туда представителей среднего и малого предпринимательства, в том числе для производства маломерных судов из композитных материалов, беспилотных плавательных средств. У нас очень много талантливой молодежи и людей, которые хотят проявить свои знания и опыт в судостроительной отрасли.